Не видишь? В голове один мотив! Чемьего вода мотив! На торжественном открытии седьмого зимнего турслёта собрались люди, объединённые не только работой в компании «Уралкалий» и дочках, но и невероятной тягой к активному отдыху. Потому зимний и летний турслёт для них уже давно стали доброй традицией. По тому, как ребятам нравится участвовать в туристических слётах, которые мы проводим у себя в компании, участвуем в туристических слётах города Березники, восемь лет уже участвуем в туристических слётах Пермской краевой организации Русский импровсоюз. В общем, скучать калищикам не приходится. И этот зимний турслёт не исключение. Командам предстоит пройти несколько видов соревнований и конкурсов. По традиции, первым и самым сложным станет техника лыжного туризма. Готовиться к нему стоит основательно. Четырём участникам от каждой команды необходимо продумать тактику и экипироваться. Поэтому мы пока решили заглянуть на соседнюю поляну. Здесь началась подготовка к творческому конкурсу по лепке снеговиков. Это что такое? Так это пригодится потом. Это запчасть. Задача каждой команды – сделать из снега фигуру, глядя на которую, можно сразу понять, где работают её авторы. А потому сотрудники вагонного депо «Балахонцы» долго раздумывать не стали и сразу принялись за дело. Снеговик будет стоять в вагоне, ехать сразу на тепловозе, на локомотиве. То есть в вагончике снеговик сразу поедет вместе. То есть тут задумана такая целая скульптура. Вы впервые, да? Да, мы первый раз нынче. Первый раз. Какое настроение? Отличное. Солнце, воздух и вода. Снег. Наши лучшие друзья. А сейчас вернёмся к команде энергоуправления «ЖУМАР». К слову, сегодня она вышла первой на линию старта в сложнейших соревнованиях по технике лыжного туризма. На лыжах, верёвках и в полном туристическом обмундировании участникам необходимо преодолеть семь сложнейших этапов. Свободно? Капитан команды «ЖУМАР» Кристина Селянская в туризме далеко не новичок. Признаётся, не пропустила ещё ни одного зимнего турслёта. А потому именно она сегодня по коленам в сугробах прокладывает дорогу для своих товарищей. Скажите, пожалуйста, как вам первый этап? Очень сложно. Что самое сложное? Сложный спуск и подъём. Трассы нет основной, всё как реальный пословик. Очень сложно. Спустя практически полчаса бегом, ползком, проваливаясь в снег, все участники первой команды наконец финишировали. Ощущения замечательные. Устали. Хорошо. Довольны и счастливы. Так считаете, прошли трассы? Как справились? Могли бы лучше. Могли бы лучше. Как капитан команды, да, могли бы лучше, конечно. Но у нас два новеньких человека, поэтому, думаю, у нас всё впереди. После техники лыжного туризма прошли соревнования по ориентированию на местности. Затем команды состязались на силу, ловкость, скорость и сообразительность. В конкурсе «Семь шагов успеха в год красного петуха». Болельщики, в свою очередь, поддерживали свои команды в конкурсе «Черлидинг». По итогу абсолютным победителем в общем зачёте стала команда второго рода управления. Серебро завоевал автотранскалий. Ну а почётное третье место у команды вагонного депо «Балахонцы». По традиции, команды были награждены дипломами и денежными премиями. И каждый участник турслёта получил памятный сювенир.